я приветствую всех зрителей своего канала сегодня покажу вам старую бижутерию не знаю насколько она винтажная первая самая старая вещь это вот такие вот серьги люстры на крючке на французском крючке возраст я не могу определить я не разбираюсь в этом тут все кристаллики на месте цвет желтого золота большой камень имеет серый такой цвет толповый я думаю что по этому французскому крючку специалисты но не специалисты люди которые разбираются смогут определить возраст этих украшений я снимаю специально на тетрадном листе для того чтобы был контраст и можно было представить размер приблизительно вот такой вот размер вот такие вот серьги них имеются кристаллики и с обратной стороны они выглядят вот так них отдала одна бабушка которая переехала в москву в семидесятом году и она их привезла с собой и она сказала что ей их подарила ну какая-то родственница то есть они уже были у нее до этого то есть ему больше 40 лет это первое украшение второе украшение это заколка от dior которые мне купили в 90-х годах и я ее одно время очень любила и часто носила она не сломана но у нее немножечко цвет поменялся изначально она была цвета желтого золота но он немножечко стерся но ее можно носить она выглядит в принципе неплохо но у нее такой немножечко уставший вид такой вытянутый овал буквы сиди на букве сей присутствует кристаллики вот такой вот масштаб я ее больше носить не буду она мне не нужна я больше вообще заколки не ношу это заколочка автомат с обратной стороны выглядит вот так как как многие заколки вот то есть этому украшению если купили в девяностом году это была моя самая первая покупка декоративной косметики мне купили пудру тени помаду и заколку 4 еще я была довольна как слон вот когда я захотела иметь помаду мне захотелось почему-то чтобы это была помада dior когда мы пошли ее покупать еще захотела тени увидела пудру когда я видел эту заколку ее тоже захотела и получился целый вагон покупок такая вот заколочка третье украшение это вот такой вот кулон подвеска по моему это муранское стекло хотя я могу ошибаться это советский период наверное мне так кажется на 80 и 90 года в центре такой 3d объемный оранжевый цветочек и сама звездочка имеет коричневый цвет под которым очень много желтых блестящих таких блесток этот кулон можно носить на цепочки или на шнурочки вот такой вот кулончик следующее украшение это брошь который выглядит вот таким вот образом она очень сильно сверкает и переливается при искусственном освещении но сейчас день я нахожусь на балконе здесь очень ярко поэтому она не должна сверкать у нее присутствует в центре кристалл ну искусственный камень стекло который напоминает камень танзанит то есть где-то пять таких вот искусственных танзанитов в центре еще присутствует четыре лепесточка которые напоминают рубин и остальные кристаллики они прозрачные и коньячного цвета товарошь очень сильно сверкает я не знаю возраст этого украшения не сложно определить с этой стороны у нее все замечательно но у нее присутствует один маленький дефект наверное вот это обратная сторона у нее присутствует петля петля над иглой присутствует петля и игла у нее такой вид как будто она по ну то есть она стерлась как поржавела ну не знаю цвет поменяла то есть механизм потерял первоначальный вид но она работает то есть это игла булавочка работает и брошь она выглядит неплохо и на мой взгляд там все хорошо никаких потерь отсутствующих камушек камушков нет так вот она выглядит с обратной стороны и у нее петля есть то есть это трансформер ее можно носить как кулон но брошь такого размера она где-то 7 сантиметров в диаметре такая блестящая яркая носить в качестве кулона мне кажется это несколько не серьезно очень красивая брошь очень переливается цвет у нее такой бронзовый бронзовый я ее забрала у знакомых я спросила сколько лет этому украшению мне сказали что никто не знает я тоже не знаю ну может быть несколько лет может быть больше вот такая вот брошь и следующее украшение это тоже брошь которая имеет просто потрясающий вид невероятно красивая у нее центральный камень зеленый вокруг которого очень много бесцветных кристалликов которые переливаются это брошь тоже имеет бронзовый цвет и у нее еще по краям присутствуют такие тоже камушки как рубины форме лебесточков и кругленькие тоже такие зеленые камушки как изумруд это тоже старая брошь я не знаю сколько ей лет мне никто не смог ответить на этот вопрос а сама ее определить тоже не могу но на самом деле это не важно лично мне все равно у нее центральный камень тут не видно но он имеет как будто бы маленькие потертости которые практически не заметны но при ярком освещении очень близком расстоянии их можно уловить ювелирные украшения таких косяков не имеют ну то есть это практически не видно вот такая вот брошь потрясающей красоты брошь все эти пять украшений я отправлю светлане блогеру в одессу она любит брошь она коллекционирует старые украшения я к ней очень хорошо отношусь большим уважением она очень интеллигентная и доброжелательная женщина и я решила насобирать вот такую вот скромную посылочку я надеюсь ей эти украшения понравится сейчас я попробую показать как эта брошь выглядит с обратной стороны с обратной стороны она выглядит достаточно скромно единственное что у нее игла имеет более розовый медный цвет если основа основной металл имеет желтый такой лимонный цвет то игла механизм он имеет более теплый оттенок такой розовый но в целом мне кажется эта брошь она достаточно ноская и красивая все вместе эти украшения выглядят вот так у них приблизительно вот такой вот размер такой вот масштаб если они вот на тетради думаю что можно представить их размер самые красивые это конечно броши особенно вот эта последняя ну то есть она более ноская мне кажется большая брошь очень яркая кулон заколка и старинные серьги люстры которые тоже сверкают неплохо вот это все я отправлю на днях в Одессу Светлане и думаю ей понравится брошь потому что они на самом деле красивые я не умею описывать старые вещи я не знаю как называются эти камни кристаллы они бывают разные но я этим не интересуюсь если у меня таких нет и я такие не ношу вещи хотя было бы наверное забавно вот с таким вот кулоном на шее прийти на деловую встречу посмотрите реакцию людей ну вот все я рассказала показала что знала что смогла я надеюсь вам было интересно посмотреть на винтажные украшения на старую бижутерию я всем благодарю за внимание всем хорошего настроения пока 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 пока